Этого года наблюдали за испытаниями необычного летательного аппарата, представлявшего собой серебристый диск диаметром порядка 6 метров с усечённым конусом в центре и в комплектный механизм. Некоторые отмечали, что аппарат имел на вооружении пушку типа танковой. Внизу конструкции, сделанной цирком из серебристого металла, располагались четыре пары небольших шасси. От дальнейшей судьбы этого аппарата ничего не слышали. Вполне закономерно возникали вопросы. Не эти ли аппараты видели американские и английские летчики? Возможно, их видели и наши бомбардировщики и истребители, но дали им СМЕРШ подписку о неразглашении. Наводит на серьёзное разрешение и ракетная техника Третьего Река. А в США просочились печать сведения, что в начале 90-х годов 20-го века на Землю после 47 лет отсутствия вернулся отряд из трёх нацистских космонавтов. Якобы они приводились на поверхности Атлантического океана. Называлась даже дата 2 апреля. Три молодых лётчика были отобраны для этой экспедиции по личному указанию Фюра. По мнению неназванных экспертов НАСА, сделанная в нацистской Германии трёхступенчатая ракета, запущенная в космос полигона Пенни-Люди в 1943 году, могла быть использована как по научным, так и в областных целях. Удивительно совпадают даты испытаний. Продолжение следует...